День с толком Смотрите в выпуске Экстренная посадка Боинга в Барнауле Ну, вот мы и прилетели из Вьетнама Как проходила эвакуация и можно ли было такое ожидать? Народных выборов не будет Вот как вы к этому отнесетесь? Вот если в целом сказать, кроме мата, несколько слов нет, все Краевые депутаты на эмоциях решали, избирать ли градоначальника Журналисты побывали сегодня в обновленной ТИТОФ-арене Никто не говорил, что мы сделаем до конца именно все, что мы захотели, запланировали Первый матч запланирован в эту субботу Паника, ушибы и перелом позвоночника Боин-компания «Азур-Эйр» выполнил экстренную посадку в Барнаульском аэропорту При соприкосновении с землей у лайнера загорелась стойка шасси По словам экспертов, в Барнауле случилось чудо, жертв нет Валентина Аскерова продолжит Ну, вот мы и прилетели из Вьетнама Только захлопали в ладоши, как услышали приказ командира Эвакуация На борту с тремя сотнями пассажиров паника Хватали не ручку аварийного выхода, а ручную кладь Бортпроводники буквально силой выталкивали людей на выход Вспоминают пассажиры Автомоборация, эвакуация, слово Я вообще ничего не понял, прям эвакуация И все как ломанулись Представляете, и получилось там, да, с детьми там Началась такая давка, там люди все боятся Потом на несколько секунд свет потух в салоне Страх был в том, что сгорит жаживо Потому что дымом запаху уже, знаешь, это же пластмасса Уже ядовито, мало, что там понятно И боятся, что не успеем выйти Уже известно, что пилот пытался посадить Боинг дважды После первой попытки снова ушел на круг На повторной посадке загорелось шасси с правой стороны В итоге жесткая посадка и экстренная эвакуация по надувным трапам Пилот сказал, что все нормально, мы приземлились И буквально через несколько секунд началась паника То есть с носа побежали в хвост люди Потом они побежали резко опять в нос Пассажиры? Да, пассажиры, пассажиры Потом обратно в хвост В общем, там, получается, в разные стороны они начали двигаться Потому что не понимали, куда нужно эвакуироваться Некоторые эвакуационные выходы были заблокированы Позже на оперативном совещании в правительстве края Директор Парнаульского аэропорта Виталий Архипенко Подтвердил правильность действий командира воздушного судна Потому что непонятно было, куда этот пожар может вылезти Шасси находится под центропланом А центропланы и крыло – это, собственно говоря, емкости топлива Но остаток при посадке, думаю, 767-го тонн 10 там есть На 767-м надувные трапы довольно широкие И их покрытие такое довольно скользкое Уж так конструктивно выполнено, с чем связано Вот наличие 49 обратившихся с ссадинами, с ушибами рук, ног ЧП произошло в 21 час 21 минуту вечера К месту происшествия оперативно стянулись все силы Барнаульского аэропорта Прибыли спасатели, бригады скорой помощи Пожар потушили за 8 минут В основном это ушибы В двух случаях это переломы, которые потребовали амбулаторного оказания помощи И последующего лечения Один человек госпитализирован на сегодняшний день в первую городскую больницу С переломом позвоночника А между прочим, компания, которой принадлежит Boeing Azure Air Популярный российский авиаперевозчик у туристов Осуществляет чартерные рейсы И туристы неоднократно жаловались на ее работу Аварийная посадка Boeing от компании Azure Air взорвала сети Люди пишут гневные посты в комментариях Вот, например После нашей жесткой посадки в июне этого года Анталия Барнау стала опасаться самолетов, ибо было страшно Не люблю я Azure Air, когда на их самолетах летаешь, всегда страшно Знаете, я тоже летала этой же авиакомпанией В мае этого года тогда все прошло гладко Посадка была мягкая Но, как говорится, раз на раз не приходится Расследовать и устанавливать причины авиационного происшествия Будет специальная комиссия Она уже создана А пока летчики выдвигают все возможные причины Я думаю, может быть, это произошло из-за того, что он был, в принципе, изношен Либо что-то ему помогло Ну, на полосе там что-то лежало Может произойти, значит, воспламенение стойки Из-за того, что был очень большой тормозной путь Ну, представьте, скорость 200 км в час Пока это только версии Кстати, специалисты говорят, пассажирам повезло Все могло закончиться гораздо хуже Ведь шасси могло и оторваться, и отлететь в топливный бак И закончиться все могло, как в Шереметьево А так, большинство пассажиров отделались испугом И простояли на паспортом контроле дольше обычного Валентина Аскерова, Андрей Печоркин День с толком Краевые депутаты проголосовали против народных выборов Мэра Барнаула Этот вопрос был одним из ключевых на сегодняшней сессии регионального заксобрания Об этом и других важных решениях народных избранников Расскажет Анастасия Дороган Избираем президента, избираем губернатора Избираем главпоселений, а посередине дыра Вопрос выбора стал ключевым на сентябрьской сессии КЗС Оппозиционные фракции собрали больше 4 тысяч подписей горожан, желающих выбирать мэра Сегодня даже прошел одиночный пикет, но в заксобрании посчитали это недостаточным Вы сначала с народом пообщаетесь, выйдите на улицу из кабинета И поговорите с населением, нужны им выборы или не нужны А что с финансовым обеспечением этих выборов? А сколько стоит это дело? Дорого или дешево? Лучше знаете, вложите собственные средства, средства ваши партийные В ремонт двух-трех садиков Очень сильно нас задело на самую всю фракцию Когда вы, партия, которая пиарится за бюджетные деньги, выдавая это за свои нацпроекты Нас, партию, которая строит площадки детские за свои деньги Упрекайте в том, что мы тратим что-то не то и не туда Я вчера приехал на работу, собрал 15 человек своих и очень серьезно, правда вам говорю Очень серьезно задал им вопрос Вот скажите честно, если сегодня будут выборы, снова вернут выборы мэра города Барнаула Вот как вы к этому отнесетесь? Вот если в целом сказать, кроме МАТа, несколько было слов нет, все Против большинство мэра вновь назначат Из важных одобренных решений проект краевого бюджета теперь будут вносить до ноября, на месяц позже обычного Чтобы при просчете успеть учесть федеральные дотации Районы будут выбирать самим вести финконтроль или довериться краевой счетной палате Изменения в законе о спорте ДЮС США и школы Олимпийского резерва вывели из доп. образования Теперь вопрос, как не лишить тренеров соцподдержки Переходный период вопрос решен, будут компенсации работникам спорта А в дальнейшем мы берем эту ситуацию на контроль Крывой закон в сфере строительства вслед за федеральным исключил понятие дольщика В связи с переходом на эскроу счета Но власти не отказываются от 200 обманутых дольщиков края В частности от Новоалтайского объекта по улице Южсип Там сейчас создается ЖСК Планируется достроить объект проблемный за счет застройщика И компенсировать ему расходы предоставлением земельного участка без торгов Поддержали депутаты и многодетные семьи Законотворцы отменили адресное предоставление компенсаций Теперь они общие, это внеочередные места в детсад, компенсации за проезд и школьное питание Анастасия Дорога, Николай Шелко, день с толком В хоккей уже можно играть На Титов-арене завершают основные ремонтные работы Лед, по словам руководства, уже готов к спортивным побоищам Осталось совсем немного Успеют ли к домашнему матчу команда Динамо Алтай, ведь он уже в субботу Смотрите сюжет В субботу все будет По крайней мере управление Титов-арены заявляет Необходимое для игры сделано Заменено охлаждающее оборудование и сети отопления Но немалую часть работ еще предстоит выполнить Никто не говорил, что мы сделаем до конца Именно все, что мы захотели, запланировали Понятно, что некоторые ремонтные работы будут продолжаться Это будут работать с фасадом здания Это мелкий текущий ремонт по фойе Какие-то еще места Но основные задачи мы все решили Кстати, хоккей здесь станет зрелищней Коробку уменьшили, теперь ее размеры 60 на 28 А значит игра будет плотнее Над площадкой повесили мультимедийный куб для повторов интересных моментов Команда Динамо Алтай настроена показать игру в субботу Все понимают, что сейчас есть возможность попасть на педестал И игры будут очень такие плотные И довольно-таки какие будут интересные зрелищные До полной готовности арену, по словам руководства, доведут весной речь о фасаде А 28 сентября здесь ждут гостей Обещают полный аншлаг Илья Кочетков, Андрей Дреер, Александр Антропов День с толком В приюте Ласка появилась собственная упряжка из породистых хаски и дворняк Весной они бегали на перевал Дятлова Но в планах покорить и другие высоты Какие, расскажет Полина Жданова Вроде бы стандартная собачья упряжка, но не все так просто Все восемь собак – отказники, воспитанники приюта для животных Все с печальной судьбой Например, чистокромного хаски по кличке Архан Приют отдали хозяева Сейчас он главарь упряжки Его сбила машина И хозяева сказали, что у нас нет денег Оплачивает такую дорогостоящую операцию То есть собрать лапу, восстановить ее полностью Это было очень тяжело Мы взялись за это дело, поставили Архана на все четыре лапы Организатор заезда на перевал Дятлова Говорят, что решение туда поехать было спонтанным Когда в приюте появилось много хаски Сейчас их уже четыре Организовали заезд по Северному Уралу Буквально за пару дней на свои неприютские деньги Восхождение на гору длилось пять суток Кураторы приюта до сих пор не верят, что у них получилось покорить вершину с непрофессиональными бегунами Дворняк сложнее всего было готовить Потому что с ними определенная трудность показать, что бег это круто, что это здорово Редко какая собака, то есть как хаски встанет и побежит и будет знать, что это ее работа И найти такую собаку это большой труд На сегодняшний день в упряжке бегают пять дворняк и три хаски Их тренируют в приюте, правда по одному, иначе не удержать Но это никого не смущает В новом ездовом сезоне планируют покорить и другие более высокие уральские горы Полина Жданова, Николай Шелко, Илья Халяпин, День с толком Сегодня утром в районе Барнаула водитель сбил лосенка На кадрах видно, что у животного поломаны ноги Позже стало известно, что лосенка в итоге не удалось спасти По словам очевидцев, водитель не пострадал Хотя сложно сказать, чем бы закончилась вся эта история для водителя Если бы на дороге оказался взрослый лось Вес которого может достигать 600 килограммов Кстати, экологи говорят, что сейчас очень высока вероятность Встретить на трассе Сахатовой К этому надо быть готовым, не превышать скоростной режим Осенью, весной просто миграции начинаются Это естественная вещь То есть переходы более частые через автомобильные трассы Поэтому учащаются случаи такие выхода на дороге Последствия встречи с Сахатым могут быть серьезными Это не только разбитый автомобиль или даже жизнь водителя Но и крупный штраф, который придется заплатить за сбитого животного Например, за лося 80 тысяч рублей За благородного оленя 70 тысяч За косулю 40 За кабана придется дать 30 тысяч рублей На сегодня это все Через несколько секунд о погоде Спонсор прогноза компания Валар До встречи